Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Антон Мартынов, и сегодняшний наш класс будет посвящен такой довольно интересной теме, которая, в общем-то, редко где поднимается, а именно теме быстрой работы в студии. Ну, бывают такие ситуации, когда, например, заказчик уже стоит практически на пороге, то есть он уже в студии, человек хочет пофотографироваться, времени нет на настройку, и поэтому нужно какие-то иметь эффективные в запасе приемы, которые бы давали бы хорошую, приемлемую или даже очень качественную картинку, это уже в зависимости от того, как вы потрудитесь, чтобы получить быстро хороший результат. Вот, например, такая ситуация. Еще что может быть? Может быть такая ситуация, что, например, у вас нет представления о том, как работает студийное оборудование. Такое тоже бывает, и довольно часто ко мне обращаются фотографы начинающие, которые говорят, что, ну вот вы знаете, я не умею обращаться с этим студийным оборудованием, у меня нет понимания, как работают все эти насадки, но мне уже нужно снимать, то есть мне уже есть там человек, который хочет пофотографироваться в студии, мне нужно уже идти в студию. Ну, то есть вот много таких ситуаций, в которых важна скорость и важна простота. Вот эти два момента мы сейчас попробуем осветить и показать, как можно в студии сделать быстро, просто, но при этом эффективно, чтобы смотрелось симпатично. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, как это все работает. В этом нам поможет очаровательная дальше модель, вот, и мы, соответственно, сейчас попробуем это все сделать при помощи, при ее помощи. Значит, несколько слов по поводу того, что нам здесь понадобится. Ну, начнем мы с самой простой и самой такой, в то же время довольно сложной в обращении схемы. Я не очень люблю слово схема, она мне не очень нравится, но тем не менее нам нужно как-то это обозначать, то есть вот эти вот наши настройки, которые мы будем делать, нужно как-то их обозначать. Поэтому начнем с довольно такой сложной, капризной, вернее, не сложной, капризной в работе схемы, как жесткий свет, ну и, соответственно, посмотрим, как с ним можно работать и что можно добиться. У нас есть студия, в студии, чтобы быстрее работать, лучше выбирать какие-то локации, где нету никаких фонов, потому что раскручивание бумажных фонов и там перестановка их или что-то еще, это дополнительное время, плюс это всегда связано с каким-то определенным стрессом. В некоторых студиях, например, нельзя самостоятельно фоны эти раскручивать, в некоторых они грязные, в некоторых нет того, что вам нужно, поэтому я вам рекомендую, когда вы будете выбирать студию для скорости, для быстроты, брать какие-то студии, в которых есть раскрашенные стены, вот, например, как здесь, она довольно симпатичная, на мой взгляд, стена, в которой есть некие такие контуры и детали, которые будут служить нам таким более фактурным фоном, да, не просто ровный белый там или серый фон, а какие-то в нем фактуры, но его не нужно раскручивать, он в полный рост, и плюс еще очень, что важно с этим фоном, то, что модель может перемещаться там вправо-влево, она может подходить ближе дальше, и у нас будет получаться, в принципе, работа такая довольно свободная, потому что мы опять приходим к тому, что нужен такой способ работы, в которой и фотограф может быть с небольшим опытом, и модель может быть с небольшим опытом. Итак, мы выбрали вот такую локацию, у нас есть модель, у нас есть свет. Итак, давайте начнем. Первая схема, которая у нас есть, это жесткий свет без насадок, то есть мы возьмем сейчас обычный прибор, без каких-либо насадок, просто попробуем его направить на модель. То есть вот у нас есть одна лампа, в данном случае вот обычный прибор, самый без каких-либо насадок, без каких-либо сложностей, просто берем и направляем на модель. Простота этой схемы заключается, вообще скорость работы заключается в том, что вы просто направили на модель и уже можно фотографировать Естественно, конечно, нужно знать некоторые моменты Первый момент, который нужно знать, здесь есть регулятор мощности этого прибора И я не рекомендую ставить максимальную мощность прибора, потому что если вы поставите максимальную мощность, то импульсы будут очень долго заряжаться То есть смотрите, сейчас я поставил максимум, и прибор готов только через некоторое время То есть он готов только, соответственно, когда... сейчас даже звук будет хорошо слышен, пип Это означает то, что прибор готов Поэтому я рекомендую ставить как минимум где-то 80% от мощности, меньше, чем основная такая большая самая мощность И тогда у вас будет достаточно яркий свет, потому что никаких насадок вам не будет мешать фотографировать Это первый момент А второй момент, все-таки прибор будет значительно быстрее заряжаться То есть видите, насколько быстрее можно снимать А иногда бывает это важно, особенно если у вас подвижная модель, если требуется очень как-то бодренько фотографировать Это первый момент То есть мы ставим где-то не максимальную мощность, а примерно 80% от мощности Это, опять же, ориентировочные цифры, это не обязательно прям точно соблюдать Первый момент Второй момент, настройка фотоаппарата, чтобы нам можно было снимать Как правило, студийные настройки, это у нас диафрагма в районе 8 Опять же, не буду объяснять почему, для этого были отдельные классы, и очень много про это говорилось Диафрагма в районе 8 Выдержка у нас ставится примерно равной выдержке синхронизации для этого фотоаппарата Лучше чуть с запасом То есть вот здесь выдержка синхронизации 1,250, а я поставлю 1,125 с запасом Чтобы у меня по синхронизации был запас И, соответственно, ISO ставлю минимальное, в данном случае 200 То есть это такие настройки на фотоаппарате, которые, в принципе, делаются всегда примерно одинаковые для студии Примерно, плюс-минус Это говорит, если про фотоаппарат И дальше мы начинаем работать с самим светом То есть можно сделать пробный снимок, то есть можно попробовать сделать фотографию, посмотреть, что у нас получится Вот так даже, в принципе, ничего не настраивая То есть вот мы поставили лампочку, поставили модель И сейчас я сделаю тестовую фотографию, то есть сделаю тестовый снимок, в котором посмотрю вообще, что у меня с яркостью Нужно ли что-то редактировать или нужно ли что-то изменять То есть вот первая фотография просто делается Сейчас она к нам придет, соответственно, сюда И мы видим, что у нас есть некое такое переэкспонирование То есть картинка получилась ярче, чем нужно И у нас есть несколько способов, как можно с этим бороться, с этим переэкспонированием То есть первый момент Самый простой способ, и опять же, самый быстрый способ реагирования на слишком яркую картинку Можно закрыть диафрагму в своем фотоаппарате То есть вы можете сделать диафрагму не 8 и 11, но на одну ступень, получается, вы прикроете диафрагму И у вас, получается, картинка в два раза темнее будет Это самый простой способ, особенно он, кстати, эффективен, когда у вас камера будет где-то на штативе Или где-то будет стоять высоко, на журавле, например, и лезть ее, регулировать эту камеру не получится Вот я прикрыл диафрагму, и картинка у меня стала в два раза темнее на одну ступень Это самый простой способ Есть способ, конечно, посложнее Это нужно подойти к прибору и отрегулировать мощность самого прибора Поставить, допустим, здесь настройках прибора не восьмерочку, а семерочку То есть на одну ступень я, по сути, уменьшил мощность прибора Сейчас будет еще в два раза темнее фотография, но пока тестовая Получаем тестовый снимок и смотрим, что у нас получается еще темнее То есть, видите, регулировка идет несколькими способами И самый простой способ — это регулировать диафрагму Это первый момент, который есть со светом Второй момент С этим светом жестким есть сложность, которая заключается в том, что он дает нам очень жесткий, четкий и очень заметный свет-теневой рисунок То есть тень от носа очень хорошо видна То есть, если вы посмотрите, ее даже сейчас видно в пилотном свете Есть тень от носа, есть тень от всех волос, от всего это присутствует И в какой-то степени это может быть симпатично, то есть в какой-то степени это может быть прекрасно Но и в то же время это довольно сложно, потому что нужно будет внимательно следить за моделью Итак, главная особенность этого жесткого света заключается в том, что тени очень хорошо видны То есть они прям очень заметны, и поэтому нам нужно будет обязательно следить за положением источника света, за положением модели То есть нужно будет смотреть за то, как все это друг относительно друга построено Чтобы у нас тени не были некрасивыми, чтобы не получилась такая очень некрасивая тень Это нужно будет следить обязательно по факту, потому что глазами вы можете этого не увидеть. То есть глазами будет казаться, что просто прекрасная девушка, и всё замечательно. Но если вы будете делать фотографию, то там уже не будет того работы мозга, который вычитает ненужную грязную, какую-то светотеневую картинку. Мозг нам очень часто это всё вычищает, убирает, и мы видим только красивый результат, когда смотрим живыми глазами на человека. И поэтому лучше смотреть через монитор. Либо вы смотрите через монитор своего ноутбука, компьютера, и к чему вы там подключены, либо вы смотрите на экранчик своего фотоаппарата. Это, в принципе, вопрос, как вам удобнее. И дальше уже просто смотрим, как модель у нас стоит относительно света, и смотрим результаты. Обязательно контролируем результаты, обязательно смотрим, что получается. Так, попробуем. Может быть, вертикальный кадр. Сейчас я попробую вот так поставить. Ага, хорошо. И вот можно попробовать немножко, да. Ага, и больше ко мне. Больше ко мне вот так. Хорошо, вот так, отлично. Молодчинка. Попробуй волосы перекинь на другую сторону. Сейчас на другую, да. Ага, вот сюда, да. Отлично. Да, хорошо. Ага, молодчинка. Ещё раз. Стой. Хорошо, вот так, да. Отлично. Ещё. Ага, молодчинка. И на меня. Угу, хорошо. Вот что у нас здесь происходит, да. У нас получаются разные варианты. И видно очень прям, как тень, она ложится. В некоторых случаях она ложится симпатично, в некоторых, вот как здесь, довольно симпатично. Тень от носа, например, здесь, она не очень симпатична. То есть с этой тенью обязательно нужно работать, нужно обязательно смотреть за тем, что получается. Иногда нет никакого нежелания, ни времени смотреть за этой тенью, поэтому мы сейчас посмотрим вариант, что можно с этой тенью сделать, чтобы она была не такой заметной. Самый простой способ, как можно сделать, чтобы эта тень была менее заметна, самый простой способ, это отодвинуть, как это ни странно, прибор дальше от модели. То есть когда вы отодвинете дальше прибор от модели, получится, что свет будет падать не только на модель, а он еще будет разлетаться у вас по всему помещению, ведь насадок нет никаких на этом приборе, то есть у нас не защищены, ничем рефлекторов нет, и поэтому свет будет попадать на потолок, на пол, на стены, всюду он будет попадать, и будет отражаться, и тень будет заполняться. То есть у нас будет происходить следующая ситуация, у нас тень перестанет быть такой черной и контрастной, то есть она не будет такой уже заметной. Это самый тоже простой способ, что мы для этого делаем. Вот берем прибор и просто, ну как хочется сказать тупо, просто тупо отодвигаем его дальше от модели. Единственное, что тут нужно помнить, когда мы отодвигаем дальше от модели, возникает сразу несколько моментов. Первый момент, если я отодвинул прибор просто так и ничего с ним не сделал, то у меня произойдет то, что он визуально относительно модели станет ниже. Ну простая геометрия, чтобы он у меня сохранился, вот этот луч, то мне нужно его не просто отодвинуть, а еще его нужно и поднять. Это первый момент, потому сейчас будет казаться, что свет идет более низко, чем было до этого. Второй момент, нужно будет отрегулировать мощность, потому что когда мы отодвигаем прибор, у нас естественно освещенность модели падает. Чем дальше мы отодвигаем прибор, тем сильнее падает освещенность нашей модели. Поэтому вот эти два момента нужно учитывать. Первый момент, как я уже говорил, нужно будет поднять его чуть повыше, этот прибор. Смотрим по теням, что у нас там получается. И второй момент, нужно поднять мощность. Я тут понижал мощность, а тут чуть поднять. Если вы не хотите понижать мощность, такое тоже может быть, то или поднимать мощность на приборе, вы можете регулировать при помощи диафрагмы. Давайте тестовый, посмотрим, что у нас получится. Насколько у нас будет изменения. Это пока тест. И посмотрим, какие у нас изменения, то есть насколько у нас изменилась картинка. Да, у нас контраст свет-теневого рисунка падает. И когда мы будем отодвигать прибор дальше от модели, мы будем получать все менее-менее такую четкую черную. Четкость ее останется, да, но вот чернота ее будет менее заметна. Этой тени. Давайте посмотрим, что у нас получается здесь. Вот так. Вертикальный кадр сейчас. Ага, хорошо. Так, стой. Хорошо. Отлично. Молодчинка. Хорошо. Вот тут как раз у нас есть небольшой запас по движениям по возможности двигаться. И сейчас мы попросим немножко вот поснимать, да, поснимаем в этой световой схеме и посмотрим, что у нас получится. Я бы все-таки прибор чуть ниже опустил, потому что тень от носа у нас довольно резко падает, если посмотреть здесь вниз. Вот она очень хорошо видна здесь на этой картинке, тень от носа, да, и поэтому, ну, чтобы не было у нас каких-то проблем, потом в дальнейшем, когда тень от носа сильно прям губы пересекает, имеет смысл прибор все-таки чуть ниже опустить капельку. Вот. И у нас полная свобода творчества, у нас такой свет похожий на чем-то, на солнечный свет, и модель может и крутиться, и вертеться, и танцевать, и что-то еще делать, да, и если она какая-то активная, то, в принципе, это будет очень такая толерантная к движениям схемы. Давай сейчас попробуем. Да, вот, например, можно покрутиться, да, можно резче даже. Давай. И давай, сейчас я тебе скажу, погоди, тренировка, и теперь давай, и раз, хорошо, еще разок, и раз, и еще прям можно, ага, и можно голову прям, ага, еще больше, вот, отлично, давай еще разок, хорошо, и в другую сторону, отлично, ага, и еще разок, попробуем прям, вот, ага, и попробуй в конце головой мотнуть, например, и давай раз, и головой, оп, ага, хорошо. Ну, у нас вот получается, да, такие симпатичные, солнечные такие фотографии, на мой взгляд, довольно прикольные, в которых у нас и движения, и волосы летят, и все очень симпатично. Если вы хотите еще оживить модель, то можно включить вентилятор, мы пока сейчас этого делать не будем, чтобы нам не усложнять задачу, но включение вентилятора, оно, кстати, довольно забавно действует на модели, оно не всегда развивает волосы, потому что волосы, например, могут быть, как у Даши, довольно такие длинные, и они довольно тяжелые получаются, да, и не всякий вентилятор способен их как-то очень сильно раздувать, но ощущение, самоощущение модели довольно сильно меняется, мы потом попробуем, посмотрим, потому что это довольно забавно. Вот, а это вот была у нас как раз такая первая схема, которая очень простая, она не требует никаких настроек, она не требует никаких сложных манипуляций, у вас есть прибор, и вы должны следить а, за яркостью, б, за свет-теневым рисунком, чтобы он был, ну, какой-то более-менее симпатичный, да, чтобы у нас не получалось каких-то, ну, таких вот моментов, где тени как-то некрасиво легли, то есть особенно нужно следить за тени от прядей волос. Я сейчас покажу, о чём я говорю. Перебросим, да, вот сюда, на эту сторону, и чуть-чуть отвернись в ту сторону, вот так, а, ещё капельку. Я сейчас покажу просто, чтобы было понятно, о чём речь. Это такой кадр демонстрационный, да, на который мы прямо увидим, как пряди от волос, видите, да, они дают нам как раз вот эти вот тени, которые смотрятся несимпатично. То есть вот этот момент, за ним нужно следить. Ну, и за тенями, которые на лице, тоже нужно, разумеется, следить. Итак, вот такой вот первый эффективный, как видите, я не очень много времени потратил, уже можно снимать. Я сейчас сделаю несколько кадров, чтобы у нас было прям, ну, можно было ещё посмотреть, выбрать, ещё пофотографируем сейчас Дашу немножко, тем более, что у нас всё... Волосы на другую сторону, да, от света их. Ага, правильно. Так, хорошо, отлично. Ага, больше улыбку попробовать сделать. Вот, младченко, ага, стой. Хорошо, отлично, хорошо. Видите, не очень высокая мощность прибора позволяет мне снимать довольно быстро, то есть делать довольно быстрой серии кадров. Сейчас, погоди секундочку, сейчас я чуть ниже возьму ракурс. Ага, давай покрутимся. Ага, и в другую сторону. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, улыбку больше, света больше, солнце, представь, улица, да. Хорошо, прекрасно. Стоп. Я думаю, этого достаточно. То есть у нас есть из чего выбрать, посмотреть, какие у нас получаются фотографии. Ну, такая Даша прекрасная, платье красивое. Кстати, там был на общем плане очень интересный эффект, поскольку платье дырявое, сквозь него проходил свет и тень получалась тоже довольно прикольная дырявая. Переходим к следующей теме. Это можно дальше много тренироваться, а мы переходим к следующей теме.